Одноразовая посуда, которая не будет загрязнять природу. Соглашение о производстве такой по-настоящему полезной в наш век продукции подписали на экономическом форуме. И это только один из проектов, который стартует в нашем крае. Миллиарды инвестиций, новые производства и планы на десятилетия вперед. О том, что принес четвертый день КЭФ прямо сейчас. Цель завода – глубокая переработка выращиваемой в регионе пшеницы с получением высокотехнологичных продуктов. Экономический форум – это прежде всего площадка возможностей для бизнеса. В нашем крае это традиционно производство. Например, в Шарыповском районе планируют открыть завод, где будут перерабатывать пшеницу. Технология необычная. Из нее будут делать аминокислоты и биоразлагаемый пластик. В том числе одноразовую посуду, которая не будет загрязнять природу. Помимо очевидной пользы от нового производства, плюсы будут как для краевой казны, так и для жителей края. С учетом мультипликативного эффекта, который дает реализация подобного инвестиционного проекта, общее количество рабочих мест будет создано новых – порядка двух тысяч. Общее количество налогов, перечисленных в бюджеты всех уровней – порядка 28 миллиардов рублей. Плюс еще, я в первом случае не называл, отчисления в небюджетные фонды. А это еще порядка 12 миллиардов рублей. Также подписано соглашение о строительстве завода по производству теплоизоляции в Сосновоборске, организации сети придорожного сервиса по всей территории Енисейской Сибири и многое другое. С проектами участников форума знакомят на роуд-шоу инвестиционных проектов Енисейской Сибири. Это рост производственных мощностей, повышение доли перерабатывающих производств, создание технологических центров, развитие энергетики и наукоемких отраслей. Свои предложения презентуют крупнейшие российские компании. Они связаны с добычей, переработкой, сельским хозяйством, туризмом, инфраструктурой. Многие из них уже работают. И это заслуга КЭФ, который собрал всех заинтересованных в одном месте и стал площадкой для обсуждения и старта новых производств. У нас десятки миллиардов рублей – это объем инвестиций, которые были заключены на форуме. Мы подведем итоги уже завтра. Может быть, эта цифра вырастет. Очень важный аспект, связанный еще и с налоговыми числениями. Безусловно, каждый инвестиционный проект оценивается с точки зрения налоговых эффектов. Потому что налоги, которые платят крупные компании, реализуют свои инвестиционные проекты, потом превращаются в садики, школы, хорошие дороги. Кроме производственных, заключаются и соглашения с общественными организациями, представителями власти и бизнеса. Все они так или иначе направлены на реализацию комплексных инвестиционных проектов. В первую очередь, это проекты для людей, дополнительные инвестиции в качество жизни, создание новых рабочих мест, повышение налоговых поступлений в бюджеты регионов. В любом случае, ставить точку и подводить итоги рано. Впереди заключительный день экономического форума. Поэтому рабочих соглашений для края и жителей еще обязательно прибавится. Денис Козлов, Валерий Чащин, 7 канал.